Айнард Фиайн, жители Империи, с вами Нильв Гардец и сегодня мы с вами опробуем колоду краснолюдов Махакама на спаме и усилении. Но, прежде чем мы начнем, поддержи Императора, поставь лайк, подпишись на канал в ютубе и на твиче и конечно же поддержи Империю Чеканным Флорином или подпишись на мой патреон по ссылке в описании к видео. Также всех нильвгардцев и верных союзников Империи я приглашаю на дискорд канал Империя Нильвгарда, здесь закаленные в боях солдаты Императора поделятся с вами новыми колодами и расскажут последние новости мира Ведьмака. Также на канале регулярно проводятся турниры с ценными призами от Императора, ссылка на канал в описании к видео. Итак, в качестве обилки лидера мы берем Махакамскую кузню. По приказу создаем и играем закалку. При этом добавляем всем краснолюдам в свои стартовые колоди одну единицу брони. Далее волшебная лампа, чтобы сделать из нее джина силой 5 единиц. Далее они романтия, чтобы тянуть нужные нам карты из колоды. Монра Бруйс обращает одного краснолюда в краснолюду... Краснолюда Громилу обращает в краснолюда Берсеркера. Всего у него два заряда. Далее Золтан Воин. При размещении в рукопашном ряду создает двух Громил. В дальнобойном усиливает всех наших Громил. Брувер Грок. Самая важная основная карта. Карта Старосты. При размещении добавляет по одной единице брони за каждого краснолюда в нашей руке и способность баррикадов в конце хода усиливает всех краснолюдов с броней в ряду. Краснолюб. Кратская жара удаляет отряд или артефакт. Новиградские разборки. Играем бронзового краснолюда или золоторуба из колоды. И если уже есть краснолюд, то создаем вышибалу Тесака. Далее Габар Зигарин. Ну ему он при размещении добавляет себе стойкости либо неуязвимости Фигис Мерлуцу. Это наш защитник. Товарищи Золтана создают трех краснолюдов в Громил в дружеском ряду и добавляют всему ряду одну единицу брони, если там есть Золтан. Далее Барклай Элис при размещении усиливает отряд на количество золотых краснолюдов в ряду. Мастерская броника усиливает трех смежных отрядов на две единицы, добавляет им две единицы брони. Месть природы наносит пять единиц урона. Контрольная карта. Махакамская рать для прокрутки. Она выкручивается, если мы размещаем ее и у нас уже есть краснолюд. Далее Краснолюдская крыльясница создает Громилу в ряду и по приказу дает одну единицу брони дружественному отряду. Далее Краснолюд Берсеркер способностью Баррикада обладает. В конце хода наносит одну единицу себе и противнику. Пиротехник. По приказу наносит четыре единицы урона случайному вражескому отряду и этой карте. Шахтер по приказу усиливает дружественный отряд на две единицы, если это Краснолюд добавляет две единицы брони. И Махакамская стража при размещении усиливается на значение равное количеству дружественных краснолюдов в ряду. А нет, еще у нас Краснолюд поединчик. Наносит три единицы урона вражескому отряду в рукопашном ряду. Если он его не уничтожает, то усиливается на две единицы. И вот такой наш дек-лист Краснолюдов на сегодня. В общем, я отыграл очень много партий Краснолюдами. И я хочу сказать, что Краснолюды в текущем состоянии, в текущей мете нас в проранг, скорее всего, не вывел. А для того, чтобы вывести, нужно, чтобы все наши партии, скажем так, сложились для нас благополучно. Чтобы там не было мило, не было сильного контроля. И чтобы мы могли усиливаться так, как можем. Собственно говоря, какова стратегия данной колоды? Ей можно, я думаю, отыграть до где-то четвертого, третьего ранга, более-менее. А потом уже начнутся очень серьезные сложности. Но, тем не менее, Краснолюдами, как всегда, очень весело и интересно играть. И какова же наша стратегия? Ну, все в данной колоде вертится вокруг следующих карт. Брувер Гротк, Золтан Воин, Мунра Бруйс, товарищи Золтана и Габар Зигарин. То есть, победная стратегия для нас в последнем раунде – это разместить в ряд как можно больше Краснолюдов с броней, поставить Брувера Гога, чтобы он их всех усиливал, и чтобы это продолжалось как минимум 3-4 хода. А если это происходит, то мы победили. Если этого не происходит, то, возможно, ничья или поражение. Но поскольку все крутится вокруг одной единственной карты – Брувер Грог, по сути, то, соответственно, если ее нам заблокируют, и мы играем без Защитника и прочего, то все это сравни поражению. У нас есть более-менее такая вспомогательная стратегия в данном случае. Если Брувер Гог не работает, то ему помогают Краснолюды Берсеркеры. То есть, у нас, во-первых, два Берсеркера в колоде в любой момент можем поставить. С другой стороны, от Золтана Война мы Мунросом Бруйсом создаем еще двух Берсеркеров, и там 3-4 Берсеркера у нас может быть. И они будут наносить все время урон на протяжении 4-5 ходов. То есть, это второй, возможно, вариант отыграться от соперника. Третий, такой наиболее возможный вариант, помимо Кратской Жары и прочего, это если мы разместили в ряд много Краснолюдов, и за счет Барклая Эльса и Махакамской Стражи мы просто берем и усиливаемся. То есть, Барклай Эльс усиливает какой-то отряд на количество Краснолюдов, Махакамская Стража сама по себе усиливается. Ну, понятно, она усилится, может, максимум на 8 единиц, если играется последний, того 8 плюс 3, это 11. Ну, достаточно много. И то же самое Барклай Эльс может усилить на 8 единиц какой-то отряд, потому что он будет последний в ряду. И еще он плюс 4, итого 12. Да, то есть, ну, достаточно большой, мощный ход, хороший. Вот. У нас, кстати, возможно, определенного рода уловка. Если мы там в первом раунде, скажем, проиграли, выходим во второй, противник пасует и наш ход, и у нас разница в одну карту, мы, соответственно, Габаром, Зигерином делаем мне такую уловку, размещаем в рукопашном ряду, стойкость, он переходит в третий раунд, мы на одну карту больше имеем, нежели противник. Далее, по возможности, если у нас есть, ставится защитник и раскручивается наша основная комбинация. Поэтому вот в первом раунде, как мы делаем, мы скидываем нашу основную бронзу, не нужно там пиротехники, шахтеры, махакам, нет, поединщики, да, можно колесницу скинуть. Вообще важно попробовать через там и не романтию, или если зайдет новиградские разборки, мы отыгрываем махакамскую стражу, да, и прокручиваем колоду, увеличиваем количество краснолюдов в ряду, и уже в первом раунде, например, можем махакамскую стражу отыграть, да. Так вот, у нас может за счет махакамской рати, новиградских разборок там быть где-то там 6-7-8 краснолюдов уже в одном ряду, и тогда идет махакамская стража, и все. Сильная комбинация. Далее, там второй раунд, как я сказал, Габаром, Зигерином через стойкость пытаемся отыграть. Ну и третий разыгрываем нашу основную комбинацию через Бруйса, Золтана-воина, Гога, Защитника и товарищей Золтана. Но сразу говорю еще раз, что как бы в проранг с этой колодой выйти очень сложно. До 4-го, 3-го, может даже 2-го вы как-то дойдете, а потом будет куча проблем с там каким-нибудь Милом, какими-нибудь там аристократами. Ну, полосок еще мы можем победить, но и то, если это не какие-нибудь тройные, четверные, пятерные полоски. Поэтому краснолюды пока что, на мой взгляд, уступают среди всех колодской отели в текущем патче. Ну, надеюсь, что следующий патч может их пофиксят, а может быть все-таки и нет, потому что там выходит новое дополнение. И, кстати, дорогие друзья, если кто еще не смотрел, то переходите по ссылке в правом верхнем углу в описании к ролику, где я делаю такой достаточно интересный разбор того, что нас может ждать в дополнении цена силы для Гвинта, который выйдет буквально уже через неделю-полторы. Это первое. И второе. Каждый день, сейчас в течение следующей полторы недели, будет выходить имперский обзор на ежедневно выходящие карты нового обновления. Мы будем их смотреть и разбирать, какие с ними можно сделать колоды, и как они вообще повлияют на расклад сил среди фракции, и как они повлияют на сюжет той же самой Вселенной Ведьмака, потому что добавляется очень много, как я понимаю, интересных персонажей, среди которых есть такой персонаж, как Октавия Гайл. Очень интересная пасхалка, о которой я сниму отдельное видео, обязательно сниму. А вы, дорогие друзья, пишите в комментариях, что вы думаете о новом дополнении для Гвинта «Цена силы», и отдельно пишите в комментариях, что думаете о колоде краснолюдов, как ее можно улучшить, чтобы она отыграла еще сильнее и вывела армию императоров про ранг. Все ваши комментарии я обязательно прочту, и если будет очень много дельных хороших комментариев, то на основе них я обязательно сделаю новую колоду краснолюдов, улучшенную, и попробую с ней продвинуться еще дальше. Ну а теперь пришло время испытать эту колоду на поле битвы. Вперед, сыны Нильфгарда! Играем против Синдиката. Ну, здесь у нас устрашение будет, это понятно. Две самые главные будут проблемы. Бур и Фрики-ублюдка. Давайте попробуем. Неужели нам зашла в руку Онейромантия? Ну, если так подумать, то мы можем сразу три карты выкрутить. Песколоды, в смысле будет 12 карты еще. Ну да. Не, совершенно. Ну давайте. Боил у тебя когда-нибудь. Перелом колена! Ну, сейчас еще один внизу. Да. Стоп, я тут тебя, паршивец, больше не видел. Я что-то сейчас не... А, я же ему снес. То есть, что-то я уже все, под конец дня. Так. Ну, мы тоже делаем. Другой раз пощады не будет. Ну, вот что-то вот в этом роде и сделаем. Так, час расплаты. Давайте берсерк. Другой раз пощадке. Крош, крош, крош. Так. Что-то странно, как тут все не играют. Так не честно. Ладно, ничья. Пусть будет ничья. Да я не хочу рассусоливать это все. Ничья, ну и ничья. Может, получится победить, а может и нет. Какая разница. На чемпионат же мира. О-о-о-о. То, что надо. Так. Нам, по сути-то, нужно все это. Шахтер не нужен. О-о-о. О-о-о. То, что надо. Я хочу сказать. То, что нужно. Так, ну вот. Золот он. Так. Сейчас мы как начнем тут куролесить. Ой. Ну вот, короче, минус карты, что-то как-то не получилось, да? Так. Ну что, здравствуйте, дорогие друзья. Так. Мир Луццо пошел. Так. Вон сюда затесаем. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот все нормально. Сейчас попрет. Вот. Сейчас такой будет шквал. Офигеете просто. 5, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ну ладно. Броня. Наша крепка. Махакамская рать выходит на поле. Сами знаете, что делать. Ох, жаль, что краснолюды такие, это, слабенькие сейчас. Не, ну вообще, ну как слабенькие, в плане именно, что их можно легко так подзаконтрить, конечно. Сейчас будет тотал геноцид. Сейчас мы устроим. Ты не заслуживаешь жизни. Ну окей, ладно, защитника у меня слямзил. И что? Смотрите, что я делаю. По сути-то тройки остаются тройками, но... Сейчас они будут вам урон мощный наносить, ну... Это нам не страшно! Потому что у нас есть вот такая штучка. Так, и вот так. 25 мы уже проиграем. Мощь, сила Махакама. Мощь Махакама. Значит, у него ни тесака, ничего, скорее всего, нет. Может быть, бур есть какой-то. Сейчас мы вот так вот еще поднакинем. Вот так вот. Вот это мощь! Когда карта зайдет. Я-то думал, что, ну, ничья, ну и ничья, что я вот сейчас проиграю. Но нет, видите, карта зашла. Не смогли законтрить. И вот уже третий или четвертый ход унижаем соперника. Хорошая колода, на самом деле. Если обстоятельства сложатся в нашу пользу. Все, противник бежит. Бежит с поля битвы. Это победа! Все, отлично. Ну что, играем против севера. Ну, понятно, это полоски и все, что с ними связано. Я ни за что не склонилась перед жалким самозванцем. Ну, это понятно. Так, мы ходим первые. Лучше шахтера убили, может, нет, сына шахтера лезет. Так, ну, проблема, проблема, тут полоски. Сразу, сразу девятку что-то не сделаем. Так. Смотри за морд, не упади. Мне только прыгать не хватало за тобой. А, так. Давайте шахтера, может, поставим. Так, ну, значит, там должен был бы быть, по идее, барабанщик, потом тридамская пехота, или это Анна Стэнглер, или кто-то в этом роде. Тут что-то прям отдали. Ну, что у нас сейчас? Сейчас отдали, а сделает барабанщик, скорее всего. Пехоту делает? Зачем пехоту? А, ну, потому что она этой взаимосвязью будет играть. Ладно. Предположим. Что дальше? Ну, побольше постреляет тогда этот. Берсерк. Вот когда нужно, вот он... А, ладно. А, так, что у нас еще тут? Ну, вот эти парни отыграть могут. Так, отлично. Угу. Так. Есть. Есть. Так, ну это что, тогда это не полоски, это что-то, может быть, другое. Бабаная пехтура. Ну, ладно, давайте отыгрываем дальше. Так, и за нами еще один ход. За нами еще один ход. Ну, он как-то несерьезно как будто играет. Прям не сильно ходит. Может быть, не знает, как играть. Может быть, карта не зашла. Ну, вот он пехоту напихал, и что дальше? Двойной драук, походу. Все ясно. Все ясно. Все ясно. Все ясно. Все ясно. Все ясно. Значит, сам. Мы пасуем. Мы пасуем в надежде, что нам произойдет Гарольд Горд или кто-то в этом роде. Ну, слушайте, двойной драук, походу. Если, ну там, а может быть, и не двойной драук, может, он просто затупил. Не знаю. Ну, вот он отыграл. И сейчас что-то еще должно быть. Так, 32. Если бы мы отыграли, было бы 5 плюс 4, 9. Было бы 30. И мы бы с равным количеством карт бы сидели. Да. Не получилось бы у меня. Ну, так, хоть с плюс картой, у него минус драук, плюс ему еще должно зайти в воскрешение, если оно, в принципе, у него существует. Пожалуйста, Гарольд Горд, ну, приди ты к нам в руку. Ладно. Такс. Ну, давайте смотреть, что у нас тут. Бери оружие. Ни гордой, ничего не. Сейчас крутиться придется. Так, боевая высадка. И что, он рыцаря достанет? Нет. Вот, смотрите, Харукть появилась. Я же говорю, что-то странное. Что-то он как-то странно играет, я хочу сказать. Частье твое, что я тебе башку не открутил. Дальше что? Так, что дальше? Фольтест, что ли? Он усиливает, кстати? Не, не усиливает. Ну, Фольтест, по идее. Там где-то Павета и что-то еще. Нет. Фольтест. Донимир. А, Донимир, чтобы этого... Все, я понял. Сейчас будет Фольтест. Нет, золото на я ставлю, пожалуй. Ну, сейчас Фольтест будет. Да, Фольтест. Ну, сейчас он копировать пойдет. Ну, сейчас с ним. Я ростом, может, невелик, но черепа скорячу в лучшем мире. Да, жаль, города нету. Так. Я прям не ожидал, что он начнет играть во всю Иванушку. Нету никакой цинги. Это все эльфские выдумки. Дюйс, айс. Ранная билка. Так сделаю. Ммм. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, три. Сейчас. Да. Ну, ладно, раунд выиграли. Хорошо. Без обилок сидим. Вообще, новая вот эта билка севера очень даже сильная, хочу сказать. Так, с гордо. Ну, и что, что-то. Да ладно, неужели? Сейчас будет мощно. Ну, смотрите, повета, да, боевая высадка и еще три какие-то карты. Может, даже возрождение. Сейчас посмотрим. Ой, главное не затупить. Сейчас. Ого. Ну, мы сделаем вид, что Ой, у нас ничего нет. Эээ. Все, фигня полная. Посмотрим сейчас. Блин. Какой же я тупой. Я тебе помогу, если бежит. Ну давай, боевую высадку. А хотя подождите, ему надо усилиться еще. Ну вот, боевая высадка, да и дальше. Ему надо же усилиться еще. Так ведь? Что-то такое. Так, что-то непонятное происходит. Ну он вернул, должен был вернуть. Так, стоп, он не вернул. Он вернул себе призрака. Нафига? Я не подведу. Я не могу подвести. Что-то это какая-то фигня сейчас происходит. Я-то думал он призрак. Серую хоруку себе ввел. Какая-то странная партия. Мои заклинания поразят кого угодно. Ну урон один никуда пройдет. Ахаха, ничья. Ничья. Вы посмотрите на это. Это какая-то очень странная партия. И на этом, жители империи, пора заканчивать. Глор Айр Кирзайр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И делитесь этим видео в социальных сетях. С вами был Ниль Гардец. До новых встреч.